итак приветствую дамы и господа с вами я битар 671 поэт философ и музыкант и в этом видео мы будем делать с вами игровой компьютер на windows 2000 professional значит это видео скорее всего будет полезно тем у кого нет денег на покупку нового хорошего компа или например для тех кто делят с братьями с сестрами там с родителями единственный ноутбук и там дерутся из-за него вот собственно если например ты школьники у тебя есть хотя бы 500 рублей там 500 тире тысячи рублей то ты можешь купить себе запросто нормальный системный блок на пенсиум третьем пенсиуме четвертом лучше конечно четвертом будет помощнее но пенсиум 3 тоже подойдет например я где-то в 2010 году решил чисто по фану на авито купить бушный пенсиум 3 то есть единственный системный блок потому что мониторы большие их геморно тащить до дома потому что не очень тяжелые очень удобные в общем купила за 350 рублей себе пенсиум 3 пришел домой поставил на него там windows 2000 сначала xp поставил но там было всего лишь то ли 800 мегагерц на процессоре и плюс 256 мегабайт оперативы да короче тормозил и xp поэтому пришлось поставить windows 2000 и как мне показалось что windows 2000 работает достаточно плавно хорошо быстро то есть по ощущениям как будто бы ты сидишь на 4 или там 8 ядерном на котором установлен windows 10 потому что по скорости windows 2000 будет превосходить windows 10 несмотря на то что у них там например разные характеристики да там у windows 10 там может быть четыре ядра каких-нибудь 4 гига оперативы а у тебя 256 мегабайт оперативы но при этом 800 мегагерц 11 процессор одно ядро всего лишь да значит значит потом я продал этот но как он ноутбук этот системный блок продал купил себе другой на пенсиуме четвертом то там уже он был посильнее там было кажется 2000 мегагерц одноядерный процессор там даже с каким-то виртуальным вторым ядром но если его включить наоборот все еще сильнее начинал лагать поэтому лучше пользоваться одним ядром я понял для себя и там было уже где-то кажется 712 или 1000 мегабайт оперативной памяти и когда я поставил на него windows 2000 он мне вообще покорил мое сердце то есть там работало все настолько быстро я просто я просто удивился как такие комп и сейчас не стоит вообще ничего да то есть купил его кажется за 500 рублей или и нет нет не 500 570 или или 600 рублей ну короче в пределах 600 рублей сейчас их все меньше и меньше потому что они они стареют они ломаются у них там уже что-то накрываются эти конденсаторы как бы дуются да и потом короче комп полностью ломается значит поэтому чтобы найти его на авито вам придется поискать там не знаю по ключевым словам например windows 2000 там windows 98 там windows xp и смотрите именно по характеристикам 98 я не рекомендую потому что там скорее всего pentium и 2 стоят и там всего лишь 12 мегабайт оператива и на нем вы далеко не уедете если еще pentium 3 4 как-то можно использовать хотя бы в офлайне то 2 там уже все по ходу ничего не поможет значит итак у тебя есть 500 рублей или 1000 рублей ты накопил завтраков до идешь покупаешь себе системный блок и может даже потом купить себе монитор большой круглый экран они тоже копейки стоит там я видел по 150 рублей продают их по 200 рублей потому что они маленькие уже там цвета цвета изображения кстати у них часто бывает неплохое то есть если сравнивать с какими-нибудь lcd дисплеями которые там старину выпускали да то есть намного лучше показывают чем вот эти короче плоско плоско как его флэт эти которые очень тоненькие вы поняли lcd дисплея вот собственно давайте-ка установим с вами сначала windows 2000 а то мало ли он еще не поставится у нас у меня пока что нет свободной машины именно старого образца потому что все это старье которое было древнее я уже его продал всучил кому-то да кому это было нужно и сейчас все все машины на которые пытался ставить windows 2000 они отказывались работать в плане того что система слишком старая для них поэтому тебе нужно опять же говорю ставить либо вы вернее брать систему с pentium 3 либо с четвертым и тогда будет все нормально работать или аналог какой-то на североне так давайте-ка создадим с вами диска уже он создан отформатируем его наверное не знаю вот нтфс я особо не видел разницы говорят что иногда на некоторых машинах в фат работает все значительно быстрее на некоторых говорят что наоборот нтфс но я не почувствовал никакой абсолютно разницы что что фат что нтфс вообще абсолютно ерунда значит сейчас у меня на виртуальной машине я выделил себе побольше оперативной памяти это 512 мегабайт и собственно видеопамять тут я сама по себе у меня мало то есть где-то 64 мегабайта на этом ноутбуке я выбрал 16 мегабайт то есть еще меньше чем нужно чем у меня есть вернее еще меньше чем у меня есть я думаю что этого тоже мне вполне хватит если брать старые игры они особо-то не требовательные но я имею ввиду до какого-то там двухтысячного года 2001 года там некоторые да они идут и на встроенных видеокартах и на небольшом количестве видеопамяти но опять же не все то есть там конечно есть такие которые которым нужно чтобы была внешняя видеокарта то есть имею ввиду вставлялась в слот она а джипи например там да типа в джипи слот поэтому если ты будешь покупать себе комп старый доисторический да обязательно смотри чтобы там лучше чтобы там стояла конечно внешне в этом в джипи слоте карта потому что на встроенный а все-таки более-менее требовательные игры них на не пойдут то есть ты можешь потратить свои деньги просто так но тем не менее даже если без нее много игр пойдут и на стандартные на стандартные видюхи которые там у тебя есть скорее всего как мне кажется вот опять же до 2000 первого года вот итак что-то там копируется у меня сейчас я думаю что это видео это видео которое посвящено windows 2000 оно будет поделено на несколько частей то есть установка установка потом что еще поиск программ поиск браузера нормального который бы работал без каких-либо проблем потому что если мы возьмем старый старый интернет explorer да то там ничего практически не открываются какие-то ошибки выскакивают и придется нам ставить mozilla самую-самую старую которая поддерживается системой так что то здесь у нас появилось какое-то окошко непонятное вот давайте его закроем захват какой-то захват да вот видите корпорация microsoft 1985-1999 то есть система достаточно древняя но тем не менее очень плавно работает ощущение как будто бы ты работаешь на каком-то современном оборудовании несмотря на интерфейс какой-то доисторически да counter-strike 1.6 работает просто замечательно плавненько ничего не подвисает ничего не тормозит опять же вам нужно это все будет перепроверять именно на своем купленном новом старом компе потому что все-таки на virtual box и да там virtual box и да тут здесь может подлагивать из-за того что но много процессов идет на самом ноутбуке плюс еще в самой этой программе и короче может не показывать вам насколько все плавно насколько все гладко насколько все ништяк да то есть вам нужно самим будет перепроверять вот windows 2000 как я если сравнивать например с икс пишкой переустановки я заметил что ставится намного дольше почему-то несмотря на то что версия более старая но ставится бы намного дольше то есть там какие-то дополнительные окна с какими-то дополнительными драйверами постоянно ставятся то есть непонятно для чего они нужны почему нельзя было сделать все намного быстрее особенно даже если ты ставишь когда на более-менее современные компы все равно windows 2000 ставится медленно вот и еще наверное рекордсмен по медленной установке это наверное windows windows fundamentals если в начале более-менее он быстро ставится то в конце когда нужно настроить какой-то там экран настроить там еще что-то настроить в системе он где-то на минут 15 на 15 минут прям реально тупо показывает вам ждите пока там что-то установится и только и только после того как вы дождетесь там 15 минут 20 минут он там начнет спрашивать там установите пароль типа еще что-то такое да вот windows 2000 еще не установился я думал что я сейчас быстренько так засниму как он ставится да покажу примерно как это все выглядит но походу это будет очень очень на длительный на длительный срок это все будет будет ставится я имею в виду смысле на потребуется много времени дать что я русский язык уже совсем забыл отупел потому что я постоянно смотрю аниме играю в доту и вообще пиздец стал тупым блять как сука как собака собака нет собака умная я не знаю как как что как как я не знаю как мышь какая-нибудь да которая которая например всадишь ее в клетку да она там копается 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 думает что она может пластик как-то прокопать и как бы покинуть место заточения вот что-то происходит смотрите ребятки меняется разрешение экрана что-то глючит очень сильно я не знаю будет ли видео то нормально потом показываться в итоге потому что потому что это потому что это поменялось же несколько раз разрешение надеюсь надеюсь вот моя программа которая записывает это видео захват совершает надеюсь там все будет ништецк в плане того что она будет поддерживать какое-то определенное определенное разрешение в смысле даже несмотря на то что я сейчас увеличил это размер экрана она будет придерживаться того размера который мне нужен и и как бы видео не поломается потому что если сделать то же самое что я сейчас проделал с как бы с экраном в бандиками то там сразу же видео начинает глючить и потом оно какое-то ломаное то есть не можешь не загрузить не загрузить не открыть она короче не обрабатывается вообще вот собственно я думаю что это будет надолго поэтому прерываюсь прерываюсь на на некоторое время да как у меня установится все системы я покажу что там как там и так далее на этом был на этом был я обитатша 71 спасибо за внимание короче пока пока пока